привет подписчики случайный зритель вы на моем канале youtube меня зовут анна кафырина и сегодня по запросам в комментариях хочу снять видео про свою кухню кухня у меня маленькая 6 метров и я в нее умудрилась впихнуть все у меня стоит там и большой холодильник у меня стоит плита двухкомфорочная у меня есть духовка микроволновка это два в одном соединенные у меня есть посудомоечная машина и собственно у меня есть даже рабочая поверхность и плюс к этому ко всему у меня стоит стол за которым не супер вальяжно но что-то у меня сегодня с голосом не супер вальяжно но могут вместиться четыре человека спокойно а если ко мне приходят гости и мы не хотим сидеть на кухне хотим там какую-то музычку послушать мы перебираемся в гостиную так что поехали показываю вам свою кухню сегодня так вот мы заходим на кухню через коридор у меня нет двери у меня высокий такой вход заходим и вот такая у меня кухня в основном мы когда с друзьями сидим ко мне приходит один человек поэтому мы располагаемся здесь на двух стульях если приходит больше народу то можно во первых этот стол он конструктор и сейчас я покажу как его можно разобрать вот этот стол конструктор и идеи и его можно разобрать то есть вот эту часть нужно спокойно вообще даже убрать как это снять одной с рукой сейчас попробуем то есть вот у меня такой стол конструктор он собирается можно сделать маленьким он занимается всем мало места либо его можно разобрать он станет шире здесь можно и здесь есть еще одна часть и стол становится совсем большой когда я одна приходит гости у меня все очень скромно и мне хватает в принципе вот такого формата поэтому если у вас если у вас приблизительно такой же формат вы живете один или вдвоем то такой стол языке и прям best of the best здесь у меня также стоит большой холодильник сверху которого у меня хранится сковородка для тушения она же сковородка вот у нее крышка и вторая часть грильная то есть это ставишь вот так вот можно пользоваться как одну или можно например взять закрыть сделать вот так и тушить собственно вот здесь еще вот магнитики которые примагничиваются и ничего не раз плескивается это сковородка у меня хранится наверху на холодильнике и также здесь хранятся формы для выпекания я их использую редко поэтому мне удобно хранить их на холодильнике не видно они не мешаются здесь же у меня висит доска для рисования я какие-то заметочки для себя пишу сюда я сделала вот таким образом штору потому что мне не нравится шторы в простом варианте и я просто сшилась штору из ткани икея и у меня было два старых ремня я сделала их как застежки мне очень нравится я фанатею ну и собственно вот это вот скатерка это тоже из икеи вернее не скатерть а дорожка тоже языке мне нравится иногда я кладу белую скатерть сверху эту дорожку либо вот как сейчас просто дорожка дальше моя кухня собственно кран сразу он с фильтрованной водой то есть не нужно тут какие-то графины с фильтром у меня стоит сразу вода фильтр барьер он собственно расположен под раковиной здесь у меня также живут контейнеры в которых лежит картошка там лук и средства для посудомоечной машины здесь вон там лежит веник и совок и штука для пакетов для мусорных и вот такое небольшое ведро в котором у меня хранятся всякие штуки для уборки мусорный мусорный когда мусорное ведро тоже здесь немного заляпа на все нужно помыть потому что недавно мы травили тараканов и это вот остатки средства вот они даже тут снизу в общем все нужно почистить чтобы было прилично столешница у меня деревянные из дуба я ее выбирала в тон полам в комнатах поэтому она это натуральный дуб если он требует достаточно сильные уборки поэтому если хотите сэкономить на времени и не заморачиваться лучше возьмите каменную столешницу из искусственного камня самый идеальный вариант здесь у меня на вилки-ложки удобный ящик под плитой моя гордость это духовка с функцией микроволновки поэтому если у вас маленькая кухня это прям идеальный вариант единственное что духовки бывают с которой функция микроволновки они здесь у меня посудомоется машина 45 сантиметров шириной очень удобно рекомендую тут у меня тут оставалось место поэтому сделали бутылочницу хотя не пью алкоголь но здесь вот у меня хранятся консервы и там если я привожу в подарок какой-то алкоголь я его тоже храню здесь чтобы спрятать трубы было сделано вот такое решение она состоит из двух частей и ее в принципе при желании можно вытащить и добраться туда до труб ширина столешницы по сравнению стандартные у меня чуть шире она у меня 70 сантиметров это было сделано потому что здесь вот такой неприглядный как сказать формат газовых труб их нельзя перед куда-то как-то и перенести это целый головняк поэтому я просто сделано 10 сантиметров шире столешницу чтоб сюда вместилась плита газовой и при этом осталась рабочая поверхность трубу спрятали вон в шкаф в этом шкафу у меня лежат всякие кулинарные книжки здесь лежит протеин спорт пит джезва для варки кофе и для выпекания то чем я часто пользуюсь ну и какие-то пакетики и воронки спички я выбрала для себя также очень максимально плоскую вытяжку то есть она вот это крона она занимает это крона которая самая узкая у них и спрятали ее в шкаф вот так столько на месте занимает и туда в шкафу у меня лежат тоже какие-то блюда которые этом для красоты иногда использую но пока не хочу надоело на мне поэтому вот так она спрятана там так вот какая-то как красота мне стояла в ванной дальше верхнем шкафу почти пусто там лежат черт лежит терка и собственно воздуховод от вытяжки теркой крайне редко пользуюсь поэтому такой высоте дальше слева у меня шкаф я здесь храню всякие разные крупы сладости миксер и опять формы для выпечки не так удобно сверху меня цветочки искусственные дальше угловой шкаф в нем тоже много всего интересного хранится но не завал здесь у меня хранятся специи никак не могу придумать какой-то более приличный для них вариант хранения поэтому в таком контейнер очки макарохи гречневая на завтрак гранола сода и палочки корицы я с ними пью делаю воду почему-то так на второй полке у меня мука соль это я еще привозила из ваннете весной и пустые контейнеры и также лимонная кислота я ею чищу чайник и на третьей полке у меня блюдо чтобы выкладывать выпечку и бокалы для вина так слева от раковины на верхних полках у меня чтобы было удобно так открываешь сразу можно разгрузить и посудомойку которая здесь потому что ты стоишь собственно если вы так открыть стоишь вот здесь и вполне спокойно дотягиваешься до посуду посуду чтобы ее разобрать и собственно вот таким образом у меня устроена посуду снизу меня пиалки потом стаканы и на верхней полке у меня тарелки раньше было наоборот тарелки со стаканами но получить до стаканов было не очень удобно дотягиваться стакан чуть ниже чем какие-то из тарелок поэтому я их переставила местами стал гораздо удобнее и на самой верхней полке у меня какие-то маленькие баночки для соусов дополнительная посуда который я крайне редко пользуюсь следующий шкаф у меня здесь просто лежит контейнеры я все люблю перекладывать в контейнеры чтобы не было не стояла посуда в холодильнике загромождая все потому что посуду который готовишь она занимает гораздо больше места и плюс я готовлю с собой еду на работу поэтому меня контейнеров много вот там дальше треугольные желтые для сыра так у меня хранятся контейнеры и угловой шкафчик сверху полупрозрачный здесь у меня хранятся какие-то мои добавки соль перец сахар вот там стоит я им редко пользуюсь но вот он есть здесь куча разных чаев и полисорб я его иногда пью когда ну хочу какой-то небольшой детокс провести о моя кухня она удобна для меня и мне кажется что она будет удобна для всех тех у кого как раз таки маленькие площади на кухне честно маленькие площади на кухне потому что хочется вместить все чтобы было удобно жить чтобы тут не было нагромождения всего и чтобы все влезало вот поэтому вот я на своей кухне умудрилась вместить с учетом того что очень неудобная конфигурация даже газовых труб я умудрилась вместить и плиту и духовку и посудомойку плюс у меня кухня получилась угловая за счет того что один из углов он узкий он всего 30 сантиметров несмотря на это ставить на него особо ничего не нужно может быть что-то положить но никакой техники кухонной я на него не ставлю а внутрь туда при этом влезают сковородки все стандартные там какие-то огромные стандартные они туда влезают какая-то посуда и в общем это все получается крайне удобно и очень полезно используется эта площадь когда я искала подрядчиков кухонной фабрики которые смогут мне сделать такую кухню ко мне приезжало несколько компаний и говорили что ну слушайте девушка невозможно сделать такую кухню потому что там 100 тысяч причин поэтому если вы понимаете что в своей голове вы нарисовали кухню там скажем вашей мечты вместили туда все и понимаете что техника таких размеров существует то нужно просто покрутить повертеть это все подольше и поговорить с разными с разными производителями кухонь я попробую наверное найти где-то у себя в записях ребят которые делали кухню не чтобы вы могли обратиться потому что кухня это вышло мне 85 тысяч рублей и в 28 мне вышла столешница это с учетом не твору без учета установки установка кухни стоил минеральный счет тысяч 10 то есть соответственно 100 тысяч кухня и 25 а 27 установил столешница и 95 кухня сколько это получается сто двадцать две тысячи рублей вот поэтому я считаю что это просто идеальная цена для кухни это без учета техники сейчас если вспомню духовка мне вышла где-то в 35 тысяч посудомойка в 30 плита 10 тысяч кран около пяти ну в общем собственно не больше там 200 тысяч кухня под ключ вместе со всей техникой это на мой взгляд очень бюджетный вариант и выглядит это все симпатично еще один лайфхак на маленьких кухнях угловые шкафы лучше делать со стеклом потому что это добавляет воздуха если делать совсем глухую угловую угловую дверцу будет смотреться гораздо более тяжелым и массивнее плюс иногда предлагают делать вот эти угловые дверцы просто по диагонали скошенными так же как и дверцы в углу в углу я имею ввиду угловой шкаф большой это будет стоить дешевле но мне захотелось именно полукруглые для меня это как-то более симпатично шкафы не делала под потолок именно по той же причине что я понимала что мне не будет просто столько посуды и утвари которые туда нужно будет складывать и опять же вот этот вот пространство небольшой куда я сверху положила просто ну вытяжка там идет короб под вытяжку оно тоже добавляет немного воздуха и кажется это все легче поэтому когда мне ко мне заходят гости на кухню они спрашивают тут точно 6 метров выглядит на десятку да это так поэтому пробуйте старайтесь надеюсь мое видео было вам полезно попробую выложить еще наверное куда-то подкалю план кухни чтобы вы могли воспользоваться и вообще минимизировать свои заморочки с планом проекта 6 метровой кухни с вами была анна кафырина надеюсь мое видео было вам полезно всем хорошего дня всем хороших планировок пока пока